Вратам не следовало делать того, что они делали. Я думаю, что это совершенно ясно и так. Мне жаль, что я не высказывался по этому поводу более громко, но я думаю, что не знал о том, что они не прошли сертификацию, потому что я действительно не изучал этот вопрос. На самом деле мне это было неинтересно. Стоктон Раш спросил меня, не хочу ли я отправиться туда и понырять в этом сезоне. Мне это было совершенно неинтересно. Эти бедняги, и я имею в виду этих отца и сына в День Отца, заплатили полмиллиона долларов за то, чтобы взяться за это дело. Срань Господня. Это просто трагедия, это ужасно, и в этом нет необходимости. И кстати, от меня, как от человека, изучавшего значение слова Титаник, это не ускользнуло. Для нас с исторической и социальной точек зрения гораздо важнее то, что речь идет о предупреждениях, которые были проигнорированы. Линия этого корабля лежит на дне океана не из-за характера его стали или характера его отсеков, а просто из-за плохого мореходного мастерства. Капитан был предупрежден об этом. Впереди виднелись айсберги. Была безлунная ночь, и он по какой-то причине рванул вперед. Я думаю, что в этом была какая-то жадность, в этом была какая-то слава. Ему пришлось поднапрячься от Брюса и Смея, чтобы попасть в Нью-Йорк вовремя или пораньше, чтобы у них появился заголовок, который я показываю в фильме. И вот мы снова здесь, на том же самом месте. А теперь еще один потерпевший крушение лев лежит рядом с другим обломком по той же самой чертовой причине. Ищи, ищи, ищи. Поиски продолжаются уже четыре дня. Они обыскивают все вокруг. Они бегали вокруг с горящими волосами. Подводная лодка была прямо там, где она и стояла. Он находился буквально на морском дне, ниже своего последнего известного местоположения, то есть первое место, которое вы просматриваете при поиске. Является последним известным местоположением. Вы же не будете бегать по всему ландшафту в поисках самолетов, поездов и автомобилей, не так ли? Она находилась именно там, где и была, когда взорвалась. И я знал, что именно там они ее и найдут. Так что ищи сам. Первое место, куда ты смотришь, это последняя известная позиция, и именно там она и находится. Так что в конечном счете никакого обыска так и не было проведено. К тому же этот ровер пробыл в воде всего около трех часов, прежде чем его нашли. Так что же это значит? Они отправились на последнее известное им место. Они посмотрели на гидролокатор и увидели сгусток земли, которого там раньше никогда не было. Они подъехали к нему вплотную. Так вот оно и было. Все ведь в значительной степени так просто, не так ли? Все это сводилось к тому, что люди бегали вокруг, размахивая руками, с горящими волосами в течение четырех дней подряд. И я просто ужасно себя чувствую из-за того, что должно быть пришлось пережить семьям за это время. И тогда мы возвращаемся к тому, почему власти предпочли не говорить о том, что им было известно. А теперь напрашивается вопрос, не так ли? Да. А как ты думаешь, почему они этого не сделали? Я не хочу строить никаких предположений. Джим! Я могу строить догадки хоть весь день напролет, но не собираюсь произносить это вслух. Послушай, в понедельник утром, когда я впервые узнал об этом инциденте, мне поступила целая куча звонков и электронных писем. У нас небольшое сообщество людей. В течение полутора часов я получил следующую информацию. Они высказали свое несогласие с этим мнением. Они находились на высоте 3,5 метра над уровнем моря. У них пропала связь и система слежения. Последний случай был самым критическим, потому что транспондер, который используется для отслеживания подводной лодки во время спуска и на дне, представляет собой полностью автономную систему. Он находится в собственном герметичном корпусе и питается от собственной батареи. Так что для того, чтобы они потеряли спокойствие и способность следить за происходящим одновременно, Саба исчезла. У меня и в мыслях не было никаких сомнений. В течение нескольких дней я пытался представить себе другие сценарии, которые могли бы объяснить это. Мне так ничего и не удалось придумать. Так что следующее, что я сделал, это связался еще с несколькими людьми и сумел разыскать их акустические сети по всему миру. Некоторые из них связаны с исследованиями, а некоторые с разведкой. В течение часа мы получили подтверждение того, что в то же самое время, когда находилась подлодка, раздался громкий хлопок. Связь с ней была потеряна. Громкий хлопок по гидрофонам, потеря датчика или транспондера, потеря связи. Я сразу понял, что произошло. Подводная лодка взорвалась. Я отправил электронные письма всем, кого знаю. Я же сказал, что мы потеряли нескольких друзей. Подводная лодка взорвалась. Прямо сейчас она лежит на дне, разорванная на куски. Я отправил это сообщение в понедельник утром. Мы никак не ожидали увидеть подобный сценарий развития событий. Мы можем попасть в опасные условия, такие как гидротермальные источники, или даже на места крушения, такие как Титаник, Бисмарк или некоторые другие места крушения, которые опасны с точки зрения запутывания или обрушения структурного коллапса. Но ты никогда не беспокоишься о транспортном средстве, платформе, на которой находишься, и уж точно не беспокоишься о сотрудниках. Никогда еще не случалось взрыва транспортного средства с находящимися в нем людьми. И поэтому я думаю вот о чем. Я не хочу сказать, что это застала общественность врасплох, потому что это вызвало большое беспокойство. А под сообществом я подразумеваю людей, которые эксплуатируют подводные лодки и строят их, чтобы заработать себе на жизнь. У нас было много поводов для беспокойства по поводу этого оборудования и этой подводной лодки. Это вызывает у меня большое беспокойство, даже в той степени, в какой я не принимал в этом участие, потому что в то время я тоже снимал аватар. Но многие из них собрались вместе и написали письмо в Ocean Gate со словами «Ты должен подтвердить это». Ты не можешь унижать людей. Это безответственно и может привести к катастрофе. Слово «катастрофа» в буквальном смысле слова содержится в этом письме. И я думаю, что это письмо уже было обнародовано. Все эти подписанты уже оторвались друг от друга. Но ты же знаешь, я никогда не верил в эту технологию намотки углеродного волокна на цилиндрический корпус с намотанной нитью накала. Я подумал, что это ужасная идея. Мне жаль, что я не высказался вслух, но я предполагал, что кто-то был умнее меня, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией. Но на первый взгляд это просто плохо звучало, потому что мы делаем прижимные отверстия из смежного материала. Это сталь, титан, керамика, акрил. И поэтому ты можешь смоделировать это таким образом. Ты можешь провести анализ методом конечных элементов. И ты знаешь, что ты разбираешься в свойствах текучести, ты понимаешь, сколько циклов это может занять. Но ты не можешь сделать этого с композитным материалом, потому что это два непохожих материала, как бы соединенных вместе. И поэтому мы все знали, что опасность заключается в расслаивании и прогрессирующем разрушении с течением времени из-за микроскопического попадания воды усталости. Того, что они называют циклической усталостью. И еще мы знали, что если устройство не выдержит испытания давлением, то оно не выйдет из строя при первом погружении. На седьмом погружении он может выйти из строя, иначе я не знаю, к чему они клонят. Но со временем он обязательно выйдет из строя, а это очень коварно. Ни со сталью, ни с титаном такого не добьешься. Продолжение следует...